Добрый день, уважаемые зрители, дорогие слушатели, в прямом эфире передачи «Якутск. Сегодня». И у микрофона сегодня я, Анна Фёдорова, автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». За режиссёрским пультом Мария Сунхалырова и Николай Слепцов-Айдын. А поговорим мы сегодня с гостями о замечательном концерте, который прошёл в конце октября. Был инклюзивный концерт «Раскрывая сердца». И сегодня в студии зритель Галина Черноградская и участники концерта Эрхан Степанов и Ирэн Дрозд. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина Черноградская. Я блогер, создатель клуба «Душевные люди» и проводник игры «Самопознание Лила». Спасибо. Меня зовут Степана Ферхан. Я учусь в 19-й школе в 6-м классе. Я был участником того концерта. Вот и всё. Меня зовут Курилюк Ирина Витальевна. Мой творческий псевдоним «Эрэн Дрозд». И вот с Божьей помощью, благодаря приглашению Анны Александровны, я попала на это удивительнейшее мероприятие. Концерт, который не просто замечательный. Столько можно много найти эпитетов. И вот сейчас мы будем говорить об этом удивительнейшем мероприятии, которое прошло, где нам посчастливилось быть участниками. И которое называется просто необыкновенно. «Раскрывай сердца». И мы сейчас постараемся сделать то же самое для вас, дорогие зрители. Да, друзья, мы готовы раскрыть свои сердца. И позвольте мне в первую очередь подарить такие маленькие подарочки. Вот такие сердечки, которые приехали для участников этого концерта из Москвы. Вообще география нашего проекта очень обширная. Вот эти сердечки изготовила индивидуальный предприниматель Мария Васильева из Москвы. Логотип наш был разработан многодетной мамой из Новокузнецка Яной Ходанович. И из Снежного Сибенкёля, например, на наш проект Рогальяне пришли. Был копирайтер у нас из Благовещенска. В общем, о чем я хочу сказать? Что когда миссия чистая, то люди объединяются. И точно так случилось вот на примере нашего концерта. Более 250 человек было участников. Как в прошлом году, так и в этом году. И как я люблю всегда подчеркивать о неслучайных случайностях. В этом году прямо очень ярко о себе заявил Эрхан. Которого мы нашли буквально за два дня, наверное, до концерта. Хотя у нас вся программа была сформирована. Но когда мы его видели, мы просто влюбились. Ну, вот один вечер, один день до этого концерта, и мне мама зовет. Я думаю, что что-то произошло. Мама говорит, тебя на концерт позвали. И я говорю, на какой? Ну, позвали на концерт вот такой, раскрывая сердца. Я думал, опять какой стих учить, оказывается, тот выученный стих, оказывается. Ну, и я расслабился сразу, пошел. В этом концерте познакомился с ребятами. Артисты были. Увидел живое выступление Сахаи. Да. И познакомился, конечно, с поэтой Ирэн Дрозд. Конечно, мне очень понравились ее стихи. И сейчас мы с Светланой Силиной учим стих ее, Ирэн Дрозд. Снег. Да, спасибо. Я хочу отметить, что именно с стихотворениями Ирэн Дрозд был открыт концерт. И также финальный номер, когда мы вышли с групповой жестовой декламацией, тоже завершался вашим стихотворением «Люди-ангелы». И я вам низкий поклон. И очень большое спасибо за то, что вы посвятили свою душу, свое творчество. Это было невероятно красиво. Спасибо большое. Анна, это мне вас надо благодарить. Потому что для меня действительно... Ну, я очень много потом думала, и сразу, как только вы вышли на меня, что это просто как проведение Господа Бога и такая честь. Я никогда в жизни не читала стихи со сцены. И получилось так интересно. Я даже не представляла, что вот выйду на сцену в свои годы, потому что считаю, что все-таки сцены – это удел молодых, талантливых. И когда Анна предложила мне поделиться своими стихотворениями, которые каким-то образом могли бы раскрыть эту тему концерта, и я сразу как-то с радостью согласилась и стала отправлять те разные стихотворения, считая, что это именно то, что нужно. Но Анна меня поразила тем, что она настолько смогла меня втянуть в процесс, что я сама, не замечая того, вообще погрузилась по уши, с головой, погрузилась всей душой именно в тему «Раскрывая сердца». И когда до меня дошло, что суть-то того, что я отправила, это не совсем то, и как-то сразу случилось, что написали стихотворения о тех людях, Анна, таких, как вы, которые помогают людям, которые имеют особенности своего здоровья. И для меня просто образ ваш связался вот с таким ангельским ликом, и родились эти два стихотворения. Но когда я узнала, что ваша вся еще команда стала изучать язык жестов специально для этого стихотворения, это было снова очередным потрясением. И я, конечно, очень счастлива и подумала, что мой зарок в первый раз и в последний на сцену вряд ли останется. Что мне очень бы хотелось, конечно, и впредь продолжать сотрудничать с вами, с ангелами, людьми, которые помогают людям с особенной вот такой душой. И давайте скажите что-нибудь еще вы сейчас. Да, я хочу, друзья, вам сказать, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Для этого есть контактные номера 32 00 66 и 32 11 66. Нас, как организаторов, поразило в концерте этого года, что мест не было совсем. Был занят балкон, люди сидели на стульях, люди сидели на ступеньках. И в прошлом году в основном были люди, которые близки к теме. А в этом году было много людей, которые пришли поддержать, наверное. Ну вот этот вопрос надо адресовать напрямую Галине Николаевне. Что явилось для вас? Почему вы решили прийти на этот концерт? Концертов же много происходит. Мероприятий очень много. Да. В моей семье есть пять человек в ближайшем окружении, моих родственников, которые имеют ограничения по слуху. Собственно говоря, вы сбор средства организовали для ремонта здания, да? Да. Дома культуры, общества глухих. Вот это люди из этого сообщества. И обычно у них такие мероприятия проходят чисто для своего окружения, да? И для меня было очень интересно, что, оказывается, вы организовали второй такой большой концерт. Но на этот концерт я пришла с опозданием. Честно скажу, что особой любви у меня нету, наверное, к людям с ограниченными возможностями, потому что, ну, я общаюсь сама с этими людьми, да? И как-то вы, интересно, так сказали, наверное, это нужно для вас в первую очередь, да? Я первый раз услышала, что это, оказывается, нужно для нас. И поэтому я пришла вот на этот концерт. Я пришла с опозданием после занятий. Через полтора часа было очень большое удивление, что действительно зал был полный, что люди сидели на лестнице. Я кое-как нашла себе место, присела, и потом безостановочно вот этот вот был праздник. Был праздник. И действительно, у меня дошло такое осознание, что на самом-то деле этот праздник был не сколько нужен им, во-первых, а сколько нужен для людей таких, как мы, которые перестают однако ценить то, что имеют в этой жизни, то, что обладает достаточно большими возможностями. Вот хочу обратить внимание, посмотрите, пожалуйста, сейчас идет вот номер Асахаи, и как приветствует зал? Все как один. Ну, весь концерт так, что вот на едином порыве, это прямо чувствовалось вообще. Да, и самое главное было очень интересно, то, что у этих детей, ну, у этих участников глаза съели. То есть у них была очень большая вот эта вот отдача энергии, и это чувствовалось. Ага, то есть ты воодушевляешься и мотивируешься, потому что если люди смогли превзойти себя, показать свою индивидуальность, то вообще на что способны, как говорится, мы. Вот это было моим большим осознанием. Я поняла то, что люди очень добры, потому что все те, кто принимал участие, это шло просто в едином потоке, да? Я никогда не видела такой организации, и вот как оформление, звук, и все было очень чудесно. Вот. Если сказать, что это было построено почти на голом энтузиазме, то это, конечно, было мощно. Да, все мероприятия, которые мы проводим, мы проводим бесплатно, но в этот раз мы сделали исключение, потому что нужны были средства помощи, и действительно я считаю, что мы все собрали очень хорошую сумму, да, в 140 тысяч рублей в помощь. И я хочу попросить режиссеров поставить вот то выступление Ирхана, которое просто поразило до глубины души, насколько это артистично, красиво, профессионально. Сейчас засмущает меня. Удивительный мальчик вообще. Я знаю, чтобы ты подготовила стихотворение. Во-первых, надо поаплодировать, да, за это выступление. Мы хотим тебя послушать, пожалуйста. Ну, я могу отрывок стишка своего про маму? Да, пожалуйста. И рассказать еще один отрывок стиха Ирин Дрофт, снег. Ну, давайте послушать. Сначала с мамой начнем. Солнце светит в окошко. Утром будет упрямо. Хватит спать, моя крошка. Слышу я голос мамы. Мое сердце ликует, потому что я знаю, что сейчас поцелует меня мама родная. Слопать утром конфету – это счастье какое, зная точно при этом, мама рядом с тобою. Как клавиши могла б звучать, земля чернее между белым. Но разве кто нарушить смеет мир тишины под снегопад? Ой, как красиво. Как красиво. Спасибо. Снова очаровал. Да, спасибо. Суть поэтов – передать через свои стихотворения эмоции, которые они вложили в свои стихотворения. Они же думают, как написать, чтобы всем понравилось. И вот такие люди, как я, которые читают стихи, любые, должны, ну, как бы сказать, передать всю эмоцию, которую хотел передать поэт. И этому научила меня Светлана Васильевна. Я учился тогда в дебют «Художественное слово» в детском подростковом центре. Ну, еще что сказать. Я очень люблю читать стихи. Иногда я был обладателем Гран-при. Вот, был фестиваль, походу, да, 23-го. И я там заняла в первой степени. Ну, там можно, типа, считать, как Гран-при, самый первый. Ну, типа, «Обнимая сердцем» был же такой проект, фестиваль. Ну, наверное, по-другому он назывался. Молодец. Или «Обнимая сердцем», или... Ну, не важно. Я уверена, что у тебя еще впереди очень много достижений. Ты так хорошо читаешь, прямо до глубины души. Да. Так красиво. Да. Я... Умница. Семи лет начал свое актерское, актерское это, как сказать, мастерство. Семи лет я выступал, и после всего этого времени я уже, наверное, переборол страх камеры. Потому что я уже несколько раз и в телевизоре, и меня, и люди видели. Молодец. Нам многому, нам многому можно учиться у Ирхана. Все артисты, которые выступали на сцене, были вот очень профессиональны, да? Такие красивые, сильные номера были, что в следующем... Ну, это уже получается, как традиция же. В прошлом году был первый, второй, ну, соответственно, я думаю, что будут и третий, да? Будут и третий в следующем году. И уже думаю, что же можно еще такого придумать, что могло бы перебороть вот тот вау-эффект, который случился в этом году, да? Да, давайте его просто повторить, и все. Не надо перебороть. Ну, да. Это же вообще... Да, это как единый поток идет. На самом деле, там специально ничего не придумывали. Мы как специально очень сильные педагоги, да, дети реально талантливые. И действительно много чему можно учиться. Такая сила духа, такая артистичность, как они умеют, такая пластика красивая. И сидишь, и просто замираешь от восторга, когда видишь вот это какое-то волшебство, магию, которое творится на сцене. И реально чувствуешь же свою душу, и реально же слышишь стук своего сердца. И зал превращается как... Ну, у меня было такое ощущение, что зал просто превратился в единый, большой... Добрый, с густок энергии, любви. С густок энергии, да. И эти люди же, они чем удивляют? Что они вот все сотканы из света, и на лицах их проступает душа, и они все наполнены такой любовью, что вот смотришь и думаешь, ну вот мы-то тоже должны же быть все такие добрые, чистые, светлые. И какие они все талантливые. Потому что так, как чувствуют люди, участвующие в концерте, насколько у них тонкая душа, чувствительная... Например, в моем окружении не каждый простой человек может вот так себя с миром отождествлять, так воспринимать мир окружающий, людей. А у них на всех... Не знаю, я говорю, я когда там ходила, смотрела, я поражалась, какие красивые дети, которые участвовали в концерте. И вот это все, ну, произвело на меня глубочайшее впечатление. Я согласна с тем, что это нужно в одинаковой мере. Но я почему-то думаю, что даже больше в мире нам, нежели участникам, нам, зрителям. Потому что они, эти дети, эти люди, они помогают нас быть чище, светлее, добрее. Они нас учат жить в любви к жизни во всех ее проявлениях. Галина Николаевна, а какие у вас чувства вызывали номера? Ну, не знаю, когда у нас подойдет этот момент к концу. Я бы хотела просто зачитать, наверное, цитату, да, которую хотела бы и сказать свои пожелания вам, да. Хотела бы, Анна, пожелать вам жизненной сил, энергии и единомышленников. И хотела бы сказать всем людям, которые слушают этот эфир, всем слушателям радио, какими бы ни были ваши проблемы, среди нас есть люди, испытывающие их также. Если вы попытаетесь держать душу открыто, вы найдете помощь. Вы постепенно придете к выводу, что нет столь трудной ситуации, которую нельзя было бы улучшить. И нет несчастья столь большего, чтобы нельзя было его уменьшить. Говорите друг с другом, говорите откровенно до конца, хоть с одним из нас. Пусть будет понимание и мир, а любовь будет вырастать в нас день за днем. Спасибо. Спасибо. Могу зачитать несколько строк. Это как впечатление от концерта, потому что я, ну, под таким была грандиозным, мощным потоком энергии, что, конечно, всю ночь в голову приходили какие-то мысли, если позволите. Я впервые попала в моря красоты. Одновременно, в несколько сразу. И такой красоты я, наверное, как ты, до сегодня не видела разом. Расплескалась кругом красота из красот, что, не знаю я, в мире красивее. Здесь сияло во всем, что создал в людях Бог, выливаясь великою силою. Спасибо большое вам за эти прекрасные строки. Я знаю, что они были написаны сразу после концерта. И из мира доброты и счастья, с миром вам, друзья, с любовью вам, друзья, из студии Якутск сегодня были Галина Черноградская, Эрхан Степанов, Ирэн Дрозд и я, Анна Федорова. Всего доброго. Всего доброго. До свидания вам. Друзья, спасибо, что вы с нами. И мы с бодрым настроением продолжаем наш эфир Якутск сегодня. И в гостях замечательные мои друзья Юлия и Кюнлей. Девушки расскажут нам о мероприятии, которое нельзя пропустить. Оно пройдет 26 ноября. Это фестиваль родного языка Кюрегей. Девушки, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, расскажите. Здравствуйте. Меня зовут Логинова Кюнлей. Я руководитель кулинарной студии FoodLife и многодетная мама. Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Юлия Андросова. Я руководитель и основатель детского центра Сайдыс. Общественник и член общественного объединения Кюрегей. Расскажите, пожалуйста, о вашем объединении. Ну, наше объединение — это родители, которые неравнодушны неравнодушные родители, которые объединились по идее сохранения родного языка и воспитания своих детей на родном языке. И вот мы уже четыре года вместе на общественных началах проводим разные проекты. У нас проекты совсем разные. То есть это могут быть встречи с разными известными людьми, разговорные клубы, конкурсы даже для детей разные на якутском языке. проводили конкурс для контента на якутском языке на ютуб для детей. Мы пропагандируем чтение на родном языке нашей якутской литературы. Самое большое мероприятие, которое мы провели, это был фестиваль родного языка в 2019 году. И как раз в 2019 году мы только начали работать. Основная вообще миссия нашего объединения в том, что пропагандировать среди молодых родителей и семей воспитание на родном языке. Многие родители, к сожалению, выпускают этот момент. Они не задумываются о том, что в нынешнее время нужно поставить себе цель и воспитывать ребенка на родном языке и делать конкретные какие-то шаги и действия. А если это будет просто спонтанно идти, как, допустим, было в наше время, делали родители наши какое-то упорное это, потому что это была, среда была, допустим, естественная среда, это все проходило. А сейчас каждый родитель должен, если он хочет и желает, чтобы их ребенок знал родной язык, нужно какие-то действия целенаправленно делать для этого. И вот с этой целью в 2019 году мы провели первый наш фестиваль, который на удивление прошел на ура. Мы не ожидали такого масштаба. В основном мы в нашем объединении объединились родители многодетные и известные блогеры, которые имеют свою аудиторию, имеют свою силу подачи и какое-то влияние на свою аудиторию, что они как пример могут показать, что если что нужно и необходимо дать внимание именно на тему родного языка сохранения, это миссия была. И фестиваль мы провели в 2019 году на базе Музея Моя Россия. Мы думали, придут 200-300 человек максимум. Каково было наше удивление, когда в конце всего мероприятия нам сказали, что более 1500 человек за один день пришли, посетили. Мероприятия были там очень разные. То есть мы хотели показать, что на самом деле в городе Якутске, если родитель и бабушка или дедушка желают воспитывать своих детей на родном языке, очень много есть направлений. Это и детские сады, детские сады участвовали с различными мастер-классами, проектами, школы, кружки очень много у нас, и спортивные секции, которые национальные виды спорта пропагандируют. Очень много специалистов, которые могут помочь в этом направлении. И мы показали, что на самом деле воспитание на родном языке, среду, если каждый родитель захочет, то может найти в городе Якутске. И после фестиваля мы получили очень много откликов не только от родителей, которые хотели, чтобы их ребенок знал родной язык, знают какую-то сферу, но еще получили отклики от родителей, которые случайно пришли на наш фестиваль, даже не задумывались об этом вопросе, и посетив наш фестиваль, они задумывались, что на самом деле да, это очень важно, чтобы каждый знал свой родной язык, и уже воспитание своего ребенка вот в это русло направили. Да, я абсолютно согласна с вами, для меня знание родного языка уже не просто коммуникация, значение и важность гораздо глубже и больше. И спасибо вам большое, девушки, что вы такую важную и, я не побоюсь этого слова, глобальную миссию выполняете. Расскажите, пожалуйста, что ждет участников фестиваля в этом году. В этом году мы расширили еще, да, как бы, да, нас поддержали в этом году мэрия города Якутска нашего и национальный фонд Баргары. Поэтому нам уже как-то легче, да, сразу благодарим. И благодаря этому у нас направление еще больше стало, да, и Юля сейчас подробно расскажет. более подробно расскажу. В этом году, получается, он пройдет у нас 26 ноября. Начнем мы с 11 часов ровно и пройдет в центре города, во дворце детства. То есть это то место, где каждый родитель, каждый человек, который житель города Якутска знает это место. Мы не зря выбрали это место. Там очень удобно, красиво, и дети чувствуют себя там как дома на самом деле, да. И в этом году у нас участников намного больше, если родители могут прийти и с ребенком младшего возраста с дошкольниками, то есть будет зона для дошкольных, детей дошкольного возраста, где будут представлены различные мастер-классы, игры, будет спортивная зона для них, где они могут показать и участвовать в мастер-классах на родном языке и узнать какие-то новые направления, например, для себя, да. Будет направление для младших школьников, там больше будет упор делать на обучение, на какие-то IT-направления, которые сейчас у нас тоже очень хорошо развиваются. Будет направление новое в этом году, это для подростков и молодежи, то есть молодежь может тоже присоединиться, будут различные встречи с блогерами, будет даже дискотека, они будут снимать рилсы модные на якутском языке, то есть будет очень интересно. Помимо этого будет четыре секции, будет секция отдельная для наших бабушек и дедушек, школа бабушек и дедушек, будет секция для специалистов, секция для родителей и отдельное направление для людей русскоязычных, которые хотят, обучат знать свой родной язык. Да, вы расскажете чуть подробнее по секциям, да, у меня один вопрос, где можно будет увидеть анонсы, и, друзья, я предлагаю к нам присоединиться, если у вас есть вопросы или пожелания по номерам 32 00 66 и 32 11 66. Звоните, пожалуйста. Итак, где можно будет увидеть программу мероприятия? Программа мероприятия будет в социальных сетях, да, и в том числе в социальных сетях администрации и фонда Баргары на сайте у них будет. Ну и у нас, у всех, получается, в нашем объединении, вот как Юля сказала, у нас люди с аудиторией, блогеры, и они все, как бы, наши друзья, они все выложат анонс. Какие-то конкурсы будут на фестивале? Надо ли заранее к чему-то готовиться? у нас уже три конкурса, один уже завершился, но итоги будут как раз на фестивале объявлены, это вот стихи для детей дошкольного возраста на родном языке. Потом, второй конкурс у нас сценарий для социального ролика по сохранению родного языка, и третий конкурс, у нас. Для первоклассников конкурс устного творчества. Среди первоклассников русских классов отдельно, и среди первоклассников якутских классов отдельно. А желающие об условиях конкурса где могут узнать? все положения, все условия конкурса мы выложили на сайте Баргары Национального фонда, и также во всех социальных сетях и управления образованием города Якутска. Насколько я знаю, что про вторетий конкурс все школы уже получили информацию, они готовятся, и до 19 ноября мы принимаем заявки среди только первых классов именно устное творчество на якутском языке. То есть это могут участвовать и русские классы, как я уже сказала, и якутские классы на две номинации. 26 ноября это какой день недели? Это воскресенье. Воскресенье. Очень удобный день. Да, это воскресенье, и с 11 часов начинают работать разные секции. Да. В 11 часов у нас будет открытие, и с 11.30 все секции, все мастер-классы начнут работать, то есть можно будет подойти и к началу, и в течение дня до 4. И с 4.30 у нас будет шикарное закрытие, которое тоже нельзя пропустить, потому что там будут и итоги конкурса, и концертная программа, и очень интересные интерактивы. То есть воскресенье надо прям уделить, чтобы всей семьей, прям, да, и с бабушками, и с дедушками, и с детьми прийти к нам на фестиваль. Да, и в прошлом фестивале было очень удобно, что детей не оставляли в зоне мастер-классов со специалистами, а сами родители уже сходились по семинарам, по секциям, по темам, которые им интересны, фикеры в этом году очень интересные, и вся программа, вот как Кюнея уже сказала, выложится в социальных сетях, можно как поисковике Кюрегей. Ну, то есть я со своим ребёнком пришла, и ребёнок занимается сам, а я как родитель иду куда? Идёте по четырём секциям, которые вам интересны. Как я уже сказала, одна секция будет посвящена только родителям, называется «Семья, колыбель родного языка». Там будут разные темы, начиная от здоровья, заканчивая духовным развитием, логопед, мастер-класс будут показывать, то есть у нас по программе спикеры будут, можно выбрать время и подойти к конкретному спикеру, или можно послушать все эти темы. Вторая секция у нас будет посвящена школа бабушек и дедушек, мы целенаправленно в этом году сделали, потому что большой вклад в развитие наших детей, на самом деле, по сохранению, они же как носители языка, и они должны передавать на самом деле свой язык и культуру своим внукам. И вот эту технологию расскажут, у нас очень много опытных бабушек, дедушек, они обмен опытом будут. Третья секция у нас будет для нововведения, для русскоязычных, которые хотят обучать родной язык. Таких очень много. Это, мне кажется, очень интересная секция. Спикеров там тоже достаточно. Очень интересные приложения есть новые. Расскажут, какие есть методы обучения якутскому языку, методики, какие можно использовать, какие методички. Будет разговорный клуб, то есть конкретно будут показывать на практике, как можно начать изучать свой родной язык. И четвертое направление, это уже более узкое, для специалистов, для учителей и воспитателей города Якутска. А для детей какого возраста будет интересно посещение этого фестиваля? Для детей, как я уже сказала, будет дошкольная зона, то есть, насколько я знаю, там с трех лет. То есть активности будут для детей с трех лет. Даже на прошлом фестивале они могли оставить трехлетнего ребенка со спитателем, потому что очень много детских садов у нас принимали участие. В этом году также будет, что будет зона, где можно будет, если ребенок привык детский сад посещать, они могут оставить с педагогами какое-то время и сами пойти уже по интересам. Так, оденьте, пожалуйста, наушники. У нас звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А могут ли обучаться люди русскому языку у вас, поскольку они родом из России? Вы имеете в виду якутскому языку или русскому? Русскому. Но если они из России, они же говорят на русском языке. Да, говорят. Так. Ну, а могут ли они русскому языку обучаться в школе якутского языка? Тут они его с трудом знают. Я, наверное, не совсем поняла вопрос. Насколько я понимаю, вы говорите о том, что люди, кто приехал из России, которые говорят на русском языке, но тем не менее, вы спрашиваете о том, могут ли они обучаться русскому языку в якутской школе. Так? Да. Наверное, так. Ну, у нас, насколько знаем, во всех школах преподается русский язык, получается, да? Вот именно наше направление, почему мы взяли направление родного языка, к сожалению, вот в последнее время мы видим резкое снижение уровня владения родным языком среди наших детей, особенно среди детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Русский язык, насколько я знаю, такой большой проблемы нет. Есть и кружки разные на русском языке, есть и при школах, и репетиторы есть на русском языке. То есть, если при желании, можно найти любое направление. При школах тоже есть дополнительные занятия русского языка. Есть еще обучение русскому языку иностранцев, то есть, это уже другой вопрос, которые вот приехали к нам в Россию, не знают русский, и для них отдельные есть курсы обучения русского языка. А наше направление это немножко другое, да, получается, мы уже за сохранение родного языка, то есть, мы хотим, чтобы наши дети знали и свой родной язык, живя в России, и знали русский язык, то есть, они растят и воспитываются в двуязычной среде, и, получается, они должны знать хорошо и родной свой язык, и знать хорошо русский язык. Кафе будет работать? Да. И это же бесплатное будет мероприятие? Мероприятие полностью бесплатное, да, но кафе, конечно, естественно, за плату. Да, значит, горожанам всем надо поставить большую заметку в своем календаре, что 26 ноября вы ничем не занимаетесь, кроме как тем, чтобы участвовать в лекциях, в мастер-классах, в секциях фестиваля Кюреги, который пройдет в доме... Дворце детского творчества по улице Кирова. Да, по улице Кирова. Отлично. Мне очень понравилось, что у вас будут секции, которые будут посвящены русской языческой аудитории. Нам тоже очень нравятся, потому что именно в этом году мы об этом задумались, как раз благодаря движению Сахат ЛА-400 и благодаря Яне Угаровой, которая открыла эту тему, что на самом деле не только якутоязычные обеспокоены об этом вопросе, но и люди, которые в основном говорили и свою деятельность и жизнь вели только на русском языке и никогда не задумывались о сохранении родного языка. На самом деле для них тоже важно. И среди них есть очень много желающих знать и обучать свой родной язык с любого возраста. Не обязательно с 3-5-6 лет, допустим, можно начать обучаться и в более старшем возрасте. И, оказывается, есть методики специальные, о которых они могут узнать, придя к нам на секцию. Друзья, вы можете также подписаться на группу Сахат ЛА-400 в Телеграме, где проводится челлендж «Почему я хочу говорить?» либо «Почему я говорю?» «Почему надо говорить на родном языке». И флагманом до этого движения является Яна Угарова, за что ей большое спасибо, потому что эта тема актуальная, злободневная, и это реально становится проблемой нашего общества. фестиваль прошел, предположим, 26 ноября. Дальше какие планы будут? Ну, получается, на самом деле, мы же не только фестивалем занимаемся. Да, у нас же много проектов. Например, у нас есть клуб, литературный клуб по чтению и обсуждению книг наших классиков. А как можно войти в ваше общество? А в наше общество Кюрегей? На самом деле, желающих очень много. У нас нет такого вступления, да? Да, они там пишут, допустим, в социальных сетях, которое сейчас запрещено, можно написать слово Кюрегей, и туда в директ можно написать, мы хотим помочь с фестивалем, мы хотим, ну, вот конкретно. Бывают, конечно, письма, которые хотят-хотят, потом приходят и как-то затухают. То есть это должен быть процесс, мы, считай, получается этим занимаемся уже более четырёх лет, и этим нужно прям болеть. Это не разовое, которое я один раз запостил там что-то, один раз где-то рассказал, я уже там... Это такой достаточно монотонный процесс, да? Ну, мы открыты к сотрудничеству, открыты. Да, мы всегда готовы, и тот, кто хочет работать в этом направлении, делать дела, да? Да, девушки, спасибо вам за ту большую работу, которую вы проводите, за этот вот огонь, который у вас горит, и этим самым также нас и заряжает, и заражает, да и пусть будет так. Друзья, мы вас ждём 26 ноября на фестивале Кёрегой. До свидания.